Я вас приветствую. Пока у меня монтируется большой ролик, я думал, чем, в общем-то, можно вас порадовать. И мне в голову пришла идея вот такой вот рубрики, где я и другие фотографы, если вам зайдет эта рубрика, будут рассказывать свои курьезные, страшные, смешные ситуации из своей фотографической жизни. Сегодня я буду рассказывать сразу две истории, они обе небольшие. Первая такая главная, а вторая скорее вдогонку бонусом. И еще, ребята, я не просто так выбрал такой фон, да, я пока в раздумьях вообще, приживется ли эта рубрика, и если да, то какое ей название дать. Какая-нибудь там, не знаю, трэш-история, трэш-съемка, страшилки для фотографа, не знаю. Очень буду благодарен, если вы напишете свои варианты в комментариях. Дело было в далеком, по-моему, 14-м году. Я тогда только-только устроился в фотостудию Fashion Box, и суть заключалась в том, что я только фотограф, то есть я не ищу клиентов и никакого к этому отношения не имею. Люди приходят, заходят в студию, я их фотографирую, отдаю фотографии администратору, который уже эти фотографии показывает клиенту. Все, то есть моя задача, люди заходят снимать, и больше ничего. Исходя из этого, нужно понимать, что самые разные люди могли прийти, и, в общем-то, у меня не было выбора, мне нужно было снимать. Однажды пришла пара, и я сразу заметил, что они не самые стандартные. Для 2014 года в Самаре встретить людей с какими-то очень интересными линзами, прическами и там всяким прочим таким на теле, было уже немножечко привлекало внимание. Но не в этом суть. Самое интересное было дальше. И мне нужно пояснить, чтобы вы понимали, что примерно я тогда мог испытывать. Хоть и самый прикол-то он в конце, тем не менее, чтобы вы прочувствовали момент, я должен пояснить, что я еще совсем зеленый. Я буквально вот несколько месяцев снимаю за деньги в студии, до этого я там вообще притворялся фотографом. Я студент, я до фотошнебокса был довольно-таки интровертным человеком. То есть мне встречаться с людьми, куда-то с ними ходить и прочее, но это не мое было. Я спокойненько посижу дома за компьютером, например. В общем, вот я, еще не знающий мир, парень из деревни, вижу вот такую пару, довольно-таки любопытную. Первый же образ был у них уже с уклоном в Садамазо. Точно не вспомню, что было, и показать, естественно, я никак бы и не мог. Но можете представить себе девушку, которая старше своего молодого человека лет на 5, и она начинает над ним доминировать. Для начала это были, по-моему, просто какие-то такие костюмы с кожаными участками и, в общем-то, позы, где, мол, ты мой и я твоя хозяйка. Следующий образ уже был более откровенный, и, в общем-то, они заходили в студию, прикрывши всем, чем могли найти. Там были, значит, шпильки у девушки где-то там, не знаю, 10 или 15 сантиметров. Огромные тоненькие шпильки, которыми она вставала на молодого человека, который в это время стоял на коленках, пристегнутый за ремешочек и цепочка к ее руке. В общем, еще разочек, я не осуждаю. Никакие такие пристрастия я ни в коем случае не считаю какими-то там ненормальными, нет. Просто, еще раз, это для меня было уже немножечко таким нестандартной ситуацией. Я, в общем-то, тем не менее, с ней справлялся весьма профессионально. Я все снимал и даже вроде бы как подсказывал. То есть, они меня спрашивали, а можем ли мы вот так, а можем ли мы вот это придушить, удушить, подвести. А может быть, он мне будет выползать между ног, а можно я ему там поставлю еще куда-нибудь эту ногу, прижму. В общем-то, они спрашивали, я как бы говорил, что вот, ну, тут нужно повернуться, насколько я мог, в общем-то, тогда что-то им подсказать. Хорошо, эта съемка прошла весело, забавно. Я абсолютно, в общем-то, не ожидал, что такое может быть. Но, тем не менее, отдаю кадры администратору, и в этот момент случается самое интересное. Ради чего эта история была? Девушка подходит ко мне и говорит, знаете, только вот, Николай, фотографии не нужно никуда выкладывать. Я говорю, разумеется, вы когда вот только-только пришли, вы заполняли анкету, там есть пункт о том, что вы не разрешаете нам использование этих фотографий. Вот, вы же поставили галочку. Она такая, да, кажется, все поставила. Просто понимаете, говорит, дело в том, что, говорит, ну, это мой коллега, а муж не одобрит наших фотосессий вот в таком роде. Я, конечно, не знаю, я не знал смеяться мне или немножечко прифигеть. Муж не одобрит, это просто коллега. Я с трудом сдерживал смех, при этом делая, в общем-то, очень серьезное лицо и говорил, как бы, так по существу, да, конечно, ваши фотографии останутся только вот у вас и у нас на какое-то время хранения более никуда. А сам думал в тот момент, м-м-м, просто коллега. Ну, ладно. Вот такая небольшая история. Я надеюсь, вам сам формат, сама идея нравится, даже если история не нравится. И вы поддержите это видео всеми нужными вещами. Я же вам расскажу в бонус небольшую историю, которая действительно, можно сказать, подходит под название страшилки для фотографов. Однажды я поехал на съемку, это уже было не так давно, может быть, годы полтора-два назад. И мы поехали за город. Мы всех собираем долго по времени. Девушка, она была у визажиста, я там в одном месте, ребенка от бабушки или еще откуда-то собирали, собирали. В общем, мы основательно, так сказать, подготовились клиенты и я. Мы приехали на место, мы выходим из машины и ровно в эту секунду я понимаю, что я оставил свои аккумуляторы на зарядке. Хотел как лучше, чтобы прям заряжено было до талого, чтобы можно было спокойно снимать и оставил аккумуляторы на зарядке. Я думаю, вы представляете, что было тогда у меня просто внутри. С одной стороны, я должен был, в общем-то, не передать панику клиентам. Сделать так, чтобы они не переживали максимально, в общем-то, как-то ровно выйти из этой ситуации. И нужно было держать лицо, хотя внутри, конечно же, вот прям, наверное, пару секунд я просто, не знаю, обзывал себя самыми худшими словами, которые можно только придумать. Но я понимал, что нет времени на самимечевание и всякую подобную фигню. Нужно быстро решать проблему, потому что мы уже здесь, мы далеко, уже скоро солнце сядет и нужно снимать. Что делать? А мы, чтобы вы понимали, были за городом в базу отдыха и там, в общем-то, нету рядом ни магазинов, абсолютно ничего, куда можно зайти и купить там, не знаю, аккумулятор. Тем более такой аккумулятор. В общем-то, лучшим решением было, конечно же, позвонить своим друзьям, у кого есть камеры с таким же аккумулятором. И благо, что, друзья, я вас люблю, у меня классные товарищи отправили просто-напросто мне таксишкой один из аккумуляторов, и он буквально минут через 30, наверное, может быть, 40 максимум, приехал. Я же, ну это я как решал проблему, фактически. Но тут еще была вот эта сторона, где мы с клиентами должны были обсудить это все. Я подошел и честно сказал, как обстоят дела, но начал с того, что у меня уже сейчас вопрос, в общем-то, решается. Сейчас к нам едет, у нас есть с вами время для того, чтобы мы пошли и разведали здесь локации, потому что я здесь не был. Давайте посмотрим, где нам можно будет пофотографироваться, прикинем по свету, что лучше сделать. Я сразу преподнес эту сложившуюся проблему как более-менее нормальную ситуацию, что как бы не надо переживать. Хотя, конечно же, вы можете представить себе, что думали в этот момент ребята. Благо, это оказались классные люди, адекватные, они спокойно отнеслись. Конечно, мы немного, возможно, сняли меньше, чем если бы, в общем-то, у меня был бы сразу с собой аккумулятор, понятное дело. Но, тем не менее, ситуация тогда выкрутился. И, в общем-то, я тогда тоже вспомнил и думаю, что ж я так опростоволосился, хотя ведь уже очень давно знаю простое правило. Перед выходом на съемку, на любую съемку, просто сделай кадр. Так ты поймешь, вставлена ли у тебя карта памяти, аккумулятор, ты увидишь заряд этого аккумулятора. Вообще, есть ли объектив на камере, да всякое бывает. Выводы какие? Друзья, все мы рано или поздно попадаем в конфузные ситуации, истории. Вы можете писать, кстати, свои в комментариях под этим видео. И не бойтесь. Если вы только начинаете снимать, просто примите то, что со всеми может случиться самое разное. Мы не роботы, мы люди, мы от этого никак не застрахованы. Так что лучшее, что вы можете сделать, это не паниковать, не психовать, не передавать вот это вот настроение своим клиентам, а просто постараться холодно, трезво мыслить и решать вопросы. Потому что практически всегда и все, в общем-то, решаемо довольно-таки хорошо. Вот такой получился пилотный выпуск. Мне в первую очередь интересно, как вам эта идея, затея. Если вам нравится вот такой смысл, то, пожалуйста, дайте об этом знать лайками, комментариями, чем-нибудь. Потому что мне кажется, что вам очень может понравиться те истории, которые есть у меня в памяти, и они куда более курьезные, куда более трешовые. И у других фотографов, к которым я могу также прийти вот с камерой, просто записать их истории. Так что делитесь с друзьями, делитесь своими историями, пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь. И до новых встреч!